Всем привет! В эфире программа «Я никого не ем». Ученые давно заметили, что среди вегетарианцев практически нет людей, которые употребляют интоксикацию. Это понятно, ведь вегетарианская диета не связана с насилием. И таким образом в нашу жизнь естественным образом входят радость, гармония и любовь. Ну, а мы продолжаем готовить необычные блюда из обычных продуктов. И сегодня у нас в гостях человек, который достаточно известен в России. Он является одним из лидеров антиалкогольного движения. Также с ним произошел случай, который лег в основу известной в России истории. Но об этом случае мы расскажем позже. Сейчас приглашаем человека, который раньше работал на скорой помощи, а сейчас работает на скорой духовной помощи. Сереж, заходите, пожалуйста. Здравствуйте! Что мы сегодня будем готовить? Сегодня мы будем готовить известную очень во всем мире среди вегетарианцев картошку с названием гауранга. А в переводе это означает «золотая». Да, это «золотая», потому что мы используем специю желтого цвета под названием «куркума». Ее также уже многие знают. Ее продают на всех рынках России и во всех магазинах. Сереж, я вижу, у нас на столе достаточно простые продукты. Что нам понадобится для вот этой золотой картошки? Ну, прежде всего, сама картошка, которая порезана дольками по 2 мм. Затем куркумы понадобится кориандр, соль, асофитида, специя такая также используется. И обязательно используется сметана, сыр адыгейский, и сливочное масло, и немножко зелени. Сейчас мы потрем картошку на терке. И как раз у нас такая терка есть, по 2 мм как раз получаются пластики картошки. И потом уже будем делать все остальное. Так, мы сейчас наденем камуфляж, чтобы не испачкаться. Я уже все. Я выиграла. Сереж, да, пока я буду тереть картошку, вы, пожалуйста, расскажите, ваш путь в вегетарианство, с чем это было связано, почему вы выбрали такой здоровый образ жизни? Ну, я жил, как обычные люди, и когда дожил до 25 лет, у меня очень серьезные вопросы появились о смысле жизни. Зачем я живу, в чем смысл? И вот в этих размышлениях я столкнулся однажды с таким текстом. Будда, Гаутама Будда сказал, причиной всех страданий человечества является ограниченность и невежество. Это величайшее зло, что, по сути дела, невежество человека заставляет ценить то, что не обладает никакой ценностью, страдать там, где нет страданий, и прожигать всю свою жизнь в погоне за ничтожными ценностями, пренебрегая познанием тайны человеческой судьбы и бытия. И вот меня такие слова задели, и я начал пытаться вот эти моменты исследовать. Загадка человеческой судьбы и бытия. И когда я уже по этому пути стал немножко продвигаться, у меня глубоко внутри возникло понимание, как будто мне жизнь предоставляет такую бумагу, два листа бумаги, на которых написано, один и тот же текст. В мире происходит каждый день убийство миллионов животных, птиц, дельфинов, китов на разных бойнях. И согласен ли я с этим или не согласен? Я понял, что если я с этим согласен, то я уже не смогу двигаться по этому пути познания в этой стороне. А если я откажусь от этого, то я смогу двигаться дальше. Как потом, впрочем, и разные светлые люди говорили, и разные мудрецы, это так и оказалось, что если мы согласны с насилием, мы не можем двигаться по пути самопознания. И поэтому я, естественно, поскольку хотел идти по этому пути, я отказался полностью от продуктов, связанных с убийством. Не ем уже ни мяса, ни рыбу, ни яйца уже почти 20 лет. Ну и, естественно, сразу же пропало желание употреблять алкоголь, курить, чем-то подобным заниматься. Другие вкусы к жизни пробуждаются. Вы можете сами попробовать и убедиться в этом. Так, ну пока вы рассказывали душу щипательную историю, я подготовила картошку. Дальше у нас что следующим этапом? Сейчас мы смешаем сметану со специями и с паниром, вот с этим сыром адыгейским. Сейчас мы будем делать сметанный соус, смешивать сметану со специями и крошить туда сыр. То есть я добавляю в кастрюлю сметаны. Ну вот у меня, Сергей, так вам такой вопрос. То есть у вас очень богатый опыт уже пропаганды здорового образа жизни. И когда вы проходите среди людей, которые курят или употребляют спиртные напитки, у вас есть какая-то такая фраза, которая сразу же доходит до сердца? Что бы вы сказали людям, которые заблуждаются? Ну обычно я всегда говорю таким людям, которые курят, я вижу девушки или юноши, я говорю, вы тоже этим занимаетесь? Как вы попали в такую ситуацию? Я говорю, соседку недавно хоронил, 26 лет, умерла от рака легких, вот на прошлой неделе. Так, говорю, жалко было, как раз курила. Я всегда это так говорю, чтобы как-то людей вдохновить. И многие задумываются сразу после этого. Сейчас на этом этапе мы добавим специи. Куркума. Куркумы надо побольше, примерно 1 столовая ложка на килограмм картошки. Затем кориандр, примерно 1 чайная ложка. Соль. Соли нужно также где-то столовую ложку на килограмм картошки. И где-то пол чайной ложки асофетиды, специя, которая заменяет лук и чеснок и дает здоровье. Сейчас мы покрошим сюда сыр. Руками прям будем крошить. Вот так вот он легко крошится очень. И мы вот таким вот образом будем его туда. Я знаю, что иногда вместо фанира или адыгейского сыра можно добавить домашний творог. Тоже получается очень вкусно и жирненько. То есть нам фанира сколько надо на килограмм картошки? 400 граммов. Сергей, ну а у вас когда-нибудь соблазны были за эти долгие годы взять и наесть из мяса? Ни разу. Свиньи не подходитесь. Вот верите, ни разу такого не было вообще. Как вы думаете, с чем это связано? Я думаю, это связано все-таки с тем, что я, поскольку иду по пути познания тайны человеческой судьбы, это дает другие вкусы к жизни. Такие вкусы, что от этих запахов мясных начинает тошнить просто. Факт. Я могу это подтвердить. Поэтому на базаре очень трудно покупать сейчас какие-то фрукты или овощи. В основном пытаемся брать на оптовых базах, потому что когда заходишь на базар, это немного напоминает кладбище. Факт. Или фильм ужасов. Висят трупы, люди их покупают, режут. Вообще жуть какая-то. А как связано? Вот мы действительно в начале передачи сказали, что естественным образом человек отказывается от любых интоксикаций, когда становится вегетарианцем. То есть какая здесь связь? Ну я думаю, прежде всего, именно поедание мяса, оно человека стимулирует желание принимать интоксикации. Принимать алкоголь, принимать пиво. Потому что, видимо, как-то это связано с какими-то биохимическими, может быть, реакциями, ферментами. Это факт. Когда начинаешь питаться вегетарианской пищей, пропадает всякое желание употреблять алкоголь. Теперь мы перемешиваем сметану со специей, солью и сыром. В однородную массу. Сергей, ну я, как всегда, не могу ограничиться одним вопросом. Вы очень яркая личность. И мне вот интересно все-таки ваш личный опыт. То есть что произошло, когда вы перестали кушать мясо и употреблять спиртные напитки? То есть ваша жизнь как-то она поменялась? То есть что? Вот вы говорили о каком-то вкусе вот этом неизведанном. Давайте картошку. Сейчас я тут... Теперь мы будем добавлять картошку сюда и перемешать. А я пока отвечу на ваш вопрос. Ну, прежде всего, я ощутил, как это говорил Остап Бендер, что вы разве не чувствуете, он спрашивал, на вас давит столб 762 миллиметра или атмосферы. И Остапа Бендера этот столб очень давил. И я сам... Я никогда не думал, что на меня давит какой-то столб. Но когда вот я отказался от причастности к убийствам животных, не из-за здоровья, а именно по этическому принципу, чтобы не быть причиной чьей-то смерти, я почувствовал, что с меня какой-то столб действительно сошел. Я стал по-другому вообще смотреть на мир, на жизнь, по-другому себя чувствовать. У меня лучше стало пищеварение даже работать. Я меньше стал спать. Как-то веселее стало смотреть на жизнь. Я стал радоваться цвету солнца, зеленой траве. Стал любить горы, водоемы. А до этого как-то я любил только вот поесть что-то и выпить с друзьями. Сергей, вот вы говорили, что заняли поиском тайного смысла бытия. Ну и в чем же этот смысл? Смысл, как оказалось, очень простой. Смысл состоит именно в том, чтобы сознательно развивать свои отношения с Богом. И развивать именно таким образом, чтобы пытаться понять, каков его замысел, и с этим замыслом сотрудничать. В этих попытках мы сразу же понимаем, что надо жить в гармонии со всем творением, не беспокоить ни людей, ни животных, с уважением относиться к каждому человеку. Об этом говорят и все писания, и разные святые из разных традиций. В принципе, этот путь известен и универсален. Ну, Сергей, как можно сотрудничать с Богом? Видите, как все радостно. Картошка тоже живая. Как можно сотрудничать с Богом, если мы его не... Вот я его не видела. Вы его видели? Я его не видел, но... Ну, слышал. Само это движение души, чтобы понять его, чтобы к нему приблизиться, дает определенный опыт. Это знает каждый религиозный человек. И молитва, и служение позволяет человеку почувствовать существование высшей силы, которая всегда к нам дружелюбно относится. Но если мы едим мясо, то она как атмосферный столб на нас давит, да? А если мы едим мясо, это невозможно. Это невозможно почувствовать практически. Картошка уже так красиво выглядит, что так и хочется скушать. Ну, чтобы она не хрустела, мы ее все-таки запечем. Ну, я думаю, сейчас самое время уже все перемешано хорошо. Пора выкладывать на противень. Да, теперь мы все хорошо перемешали. И мы сейчас смажем противень с маслом обильно, сливочным. И затем сделаем ровный слой и поставим в духовку на 40 минут. Сейчас мы немножко нагреем в духовке противень, чтобы потом растопить на нем сливочное масло. Вот противень нагрелся, сейчас мы раступим масло. Отрезаем кусочек небольшой. Пока он горячий. Это для чего? Чтобы картошка не прилипала и была такая поджаристая, вкусная, да? Да, чтобы кашу маслом не испортишь и картошку тоже. Но я знаю, что нам еще надо добавить в картошку немного перца, поэтому мы сейчас смелим черный перец и будем посыпать слои, да? Да. Ну вот уже у нас масло растопилось. И сейчас мы уложим слой картофеля сюда. То есть вы первый раз это блюдо где попробовали? Достаточно нетрадиционный рецепт для русской кухни, да? Я впервые попробовал это блюдо в Перми. Я там гостил у своего друга, замдекана педагогического университета. А он, кстати, у нас тоже участвовал в передаче. Да, он, кстати, психолог. Он участвовал в передачах в этих уже. И он меня научил. Он меня, во-первых, угостил, когда этой картошкой. Я подумал, ничего вкуснее в жизни никогда не ел. Я попросил его меня научить, как это делать. И с тех пор готовлю ее регулярно. И у себя дома, и у разных гостей всегда готовлю это блюдо. Ну я знаю, Сереж, что вы сейчас практически в одном месте нигде не живете, а ездите и пропагандируете здоровый образ жизни и поиск божественной субстанции. Да? Ну я уже некоторое время активно участвую в общероссийском антиалкогольном проекте «Общее дело». Может, слышали, телезрители наши. Конечно. И я езжу, выступаю с лекциями перед разными коллективами. Прежде всего, мы в системе МВД провели много мероприятий подобных. И выступаем сейчас перед врачами, учителями. С целью, чтобы люди понимали, что алкоголь, он очень сильно уменьшает и нашу жизнь, и нашу способность быть ответственными, серьезными людьми, разрушает наши семьи, чтобы наша страна все-таки вышла на другой уровень развития. Ну все, мы уже все уложили. И сейчас в духовку поставим на 40 минут при температуре 180-200 градусов, чтобы картошка приготовилась. 40 минут прошло, и мы достаем нашу картошку-гаурангу из духовки. Смотрите, какая она красивая. Именно золотистая. Поэтому мы ее и зовем га-у-ранга. Я уже вам говорил, похоже удалась, да? Я же вам говорил, очень удалась. Так что следуйте нашему рецепту в хорошем настроении, готовьте и будете очень рады. Ну и в заключении нашей программы я хочу сказать, что получилось, как всегда, очень-очень вкусно. И рассказать вам историю, вернее, о случае, который произошел с Сергеем. Этот случай стал известен на всю Россию. Когда Сергей стал вегетарианцем, он не стал употреблять опиртные напитки. Он уехал из города, и потом, вернувшись через 20 лет, он встретил своего одноклассника. Так же было? И одноклассник говорит, давай отметим нашу встречу, пойдем сходим в ресторан, выпьем спиртного, расслабимся. Он говорит, я не пью. Ну хорошо, давай тогда съездим, посмотрим, поиграем в казино, посмотрим в арете. Да я тоже не любитель таких приключений. Тогда его одноклассник спрашивает, а как же ты расслабляешься? На что Сергей ответил? Что я живу просто не напрягаясь. Вот, вот эта история, оказывается, героем этой истории был вот этот человек. Приятного аппетита вам, присоединяйтесь к нам и не напрягайтесь по жизни, становитесь вегетарианцами. Я бы вам хотел пожелать, дорогие телезрители, чтобы вы тоже иногда, глядя вечером на вечернее небо, на звезды, на луну, задавались вопросом, а кто мы такие, зачем мы живем? Если у вас пробудется интерес к этой теме, то вы увидите, что у вас пропадет желание есть мясо, и если это желание пропадет, вы почувствуете много-много других удивительных вкусов в жизни. Вам будет очень интересно жить. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok